Меня зовут Елена Константинова, я представляю московский офис отдел продаж авиакомпании «Эфиопские авиалинии». Всем еще раз доброе утро. Вас приветствует лучшая авиакомпания Африки, национальный авиаперевозчик Эфиопии. Всем большое спасибо за подключение. Итак, мы, как национальный авиаперевозчик Эфиопии, держим курс на Африку. Поэтому готовы отправить любого вашего клиента в любую точку Африки с удобными стыковками, с удобным нашим расписанием. Поэтому добро пожаловать на борт Эфиопии Аэрлайенс. В этом году авиакомпании исполнилось ровно 78 лет. И мы уверенно говорим о том, что авиакомпания за многие годы своей деятельности действительно стала признанным глобальным лидером среди всех перевозчиков Африканского континента. По маршруту Москва-Эфиопия авиакомпания выполняет рейсы уже 5 лет. Поэтому авиакомпания развивает свою маршрутную сеть, пополняется парк самолетов. И несколько слов хотела сказать о структуре группы Эфиопии Аэрлайнс Групп. Авиакомпания на 100% принадлежит правительству Эфиопии. То есть мы являемся государственной авиакомпанией. Наш основной хаб находится в столице Эфиопии Бадис-Абебе. Сама авиакомпания является лишь частью огромного холдинга группы Эфиопии Аэрлайнс. То есть сюда входит и собственный центр по ремонту и обслуживанию воздушных судов. У нас есть собственная фабрика бортового питания. Есть собственный туроператор ИТИ Холидейс. Есть фабрика бортового питания, отель 5 звезд Skylight Hotel. И большое также значение занимают грузовые перевозки в холдинге Эфиопии Аэрлайнс Групп. Авиакомпания является участником Старой Альянс 2011 года. Поэтому предлагает накапливать мили за ваши перелеты. Флот авиакомпании Эфиопии Аэрлайнс состоит из самых современных воздушных судов. Таких как Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner. Авиакомпания является первым эксплуатантом самолетов. То есть самолеты Boeing и Airbus поступают напрямую от заводов-производителей в парк авиакомпании. И на сегодняшний день флот авиакомпании Эфиопии Аэрлайнс состоит из 150 современных пассажирских воздушных судов. По маршруту Москва-Адисабеба рейсы выполняются на комфортных Dreamlinerах Boeing 787 Dreamliner. В вашем расписании вы всегда можете увидеть, на каком самолете отправляется ваш клиент в любую точку Африки. Авиакомпания на год вперед открывает продажу и расписание в летний сезон и в зимний сезон. То есть вы всегда можете увидеть тип воздушного судна согласно расписанию. Такие типы самолетов, как Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner и самолеты Boeing 777, кресло в бизнес-классе раскладывается в полноценную кровать, flatbed. На воздушном типе самолетов Boeing 737 кресло в кровать не раскладывается. И мы здесь видим компоновку, то есть сколько мест в бизнес-классе и в эконом-классе. И, как правило, у авиакомпании всего лишь две компоновки салона – бизнес-класс и эконом. Внутри самой Эфиопии авиакомпания выполняет внутренние рейсы на таких самолетах, как Bombardier Q8400. Мы видим, что это небольшие самолеты в компоновке, 7 кресел в бизнес-классе и 78 кресел в экономе. Они летают по Эфиопии. В самой Эфиопии 28 аэропортов. Мы от Москвы до Одесс-Абебы летим на комфортных Dreamliner. Хочу также отметить, что средний возраст самолетов составляет порядка 7 лет. Молодой флот, очень комфортные перелеты на самолетах эфиопских авиалиний. Глобальная маршрутная сеть авиакомпании «Эфиопин Аirlines» на сегодняшний день состоит из 145 международных направлений. Что отличает авиакомпанию «Эфиопские авиалинии» от других авиаперевозчиков? Это максимальная маршрутная сеть по всем странам Африки. Более 65 стран на африканском континенте представлены в глобальной маршрутной сети. Также у нас 17 стран в Европе, собственные офисы в Европе. Авиакомпания летает в Канаду, в Соединенные Штаты Америки. Также 15 стран представлены в Южно-Восточной Азии. Такие как Сингапур, Куалумпур, Бангкок, Манила, Джакарта. И новые направления в Китае также открылись. Также авиакомпании предлагают удобные полеты из Москвы в Бразилию и Аргентину. С комфортными пересадками в столице Адисабеба. Здесь вы видите на карте... Направление внутри самой Эфиопии. Поэтому всегда можно предлагать ваши перелеты с остановкой в Эфиопии. Но основной наш курс это, конечно, Африка. От столицы Эфиопии, от Адисабебы, отправятся в любую страну Африки, такие как Кения, Танзания, Южная Африка, Намибия. Это очень комфортно и удобно благодаря тому, что сам перелет достаточно короткий. К примеру, перелет в Кению по маршруту Адисабеба-Найроби составляет всего лишь два часа, что очень удобно и комфортно. Итак, по всей Африке расписание эфиопских авиалиний из Москвы очень удобное. Остыковки от одного часа до четырех часов в Адисабебе. Здесь вы можете увидеть расстояние от Адисабебы до Сейшел. Время в полете составляет всего лишь три часа двадцать минут. Самый длительный перелет из Адисабебы в ЮАР в Кейптаун и Йоханнесбург составляет пять часов. Поэтому можно в целом говорить о том, что любое направление африканского континента это общее время в полете от Москвы до страны прилета в среднем 15 часов, либо 17 часов, включая пересадку в Адисабебе. И хочу также отметить, что Африка готова подарить вам целый мир новых впечатлений и новых эмоций. Это огромное количество национальных парков, заповедников. Можно комбинировать ваш отдых, включая сафари и пляжный отдых, как в Кении, так и в Танзании. К примеру, мы летим в Кению в два аэропорта. Это Найроби и Момбаса. Найроби – это начало сафари программ. И можно вылететь из Момбасы в Москву прямыми рейсами с пересадкой в Адисабебе. То есть прекрасно можно комбинировать сафари и пляжный отдых в Кении, в Танзании, также остров Мадагаскар. Африка готова подарить вам целый мир новых впечатлений и активный вид отдыха, и уникальные заповедники, национальные парки, а также уникальный животный мир. То есть одна лишь великая миграция животных в Танзании стоит того, чтобы отправляться в Африку с Эфиопин Аирлайнс. Мы предоставляем четырехзвездочный сервис, и уже пятый год подряд авиакомпания была удостоена таких наград, как лучшая авиакомпания Африки, лучший бизнес-класс на Африканском континенте. Авиакомпания предоставляет все услуги абсолютно бесплатно. Они входят в стоимость авиабилета, питание, выбор мест, прекрасное обслуживание на борту. Все это включено в стоимость авиаперелета. У нас есть собственная программа лояльности, которая называется Шеба Майлз. Поэтому мы всегда рекомендуем нашим клиентам регистрироваться в программе лояльности Шеба Майлз и накапливать мили. Накопленные мили вы можете потратить на покупку товаров в дьюти-фри в аэропорту Одиссабеб. Мили можно потратить на повышение класса обслуживания с эконома в бизнес-класс. Также можно пользоваться любыми преимуществами, такими как бесплатные доступы в бизнес-залы аэропорта в Одиссабебе. И в рамках Star Alliance мильные карты программы лояльности эфиопских авиалиний можно вносить в бронирование, допустим, наших партнеров. Это турецкие авиалинии, либо Egypt Airlines. Поэтому можно обмениваться милями и накапливать. Миль действует 5 лет, поэтому мы всегда рекомендуем регистрироваться в программе лояльности и пользоваться услугами и преимуществами. Как мы с вами летим из Москвы? Все рейсы по маршруту Москва-Одиссабеба выполняются без каких-либо дозаправок и технических посадок. Рейс Москва-Одиссабеба в пути составляет 8 часов 30 минут. Это комфортные перелеты на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Мы вылетаем из аэропорта Домодедова, из нового терминала Т-2. В летний сезон авиакомпания будет летать 4 раза из Москвы по следующим дням. Вторник, четверг, пятница и суббота. Соответственно, вылеты из Эфиопии в Москву также выполняются 4 раза в неделю. Понедельник, среда, четверг и пятница. Хочу обратить ваше внимание, что все наши вылеты выполняются всегда строго в определенное время. Слоты у нас утверждаются заранее. Это ночной перелет в 22.00. Мы прилетаем в Адиссабебу в 6.30 утра. Сам по себе ночной перелет очень комфортный, так как можно прилететь отдохнувшими, поспать. Особенно с семьями и с маленькими детками очень удобно лететь на ночных рейсах. И, соответственно, все следующие вылеты из Адиссабебы, они выполняются в дневное время. Поэтому мы прилетаем и в Кению, и в Танзанию, и на Мадагаскар примерно в 13.00, в 14.00 по местному времени. У нас в расписании стоят самолеты от Москвы до Адиссабебы Boeing 787 Dreamliner. Как мы летим на Сейшелы? Смотрите, вылет из аэропорта Домодетово в 22.00, соответственно, прилет на Сейшелы в 14.20 по местному времени. Общее время в полете из Москвы до Маэ 15.50. Очень удобное время прилета для того, чтобы организовать трансфер до любого острова. Время ожидания стыковочного рейса 3 часа. И также мы 4 раза в неделю, вторник, четверг, пятница, суббота, вылетаем из Москвы. У нас очень удобные, у нас очень классные, так скажем, предложения на перелеты. Сейшелы у нас в эконом-классе туда-обратно. Порядок цен от 70.000 эконом-класс, от 400.000 бизнес-класс туда и обратно. Следующий слайд, несколько слов о правилах въезда в Эфиопию. Если вы летите транзитом через Эфиопию, соответственно, не нужны вам никакие визы транзитные, либо ковидные требования ПЦР-тестов, ничего не нужно. Если вы летите в Эфиопию, то граждане России получают визы все по прилету в аэропорту. Визовое окно работает 24 часа. Что нужно для того, чтобы получить туристическую визу в Эфиопию? На месте оплачивается визовый сбор, который стоит 82 доллара. И также нужны две фотографии. Оформить туристическую визу в Эфиопию на сайте невозможно, так как требуют заплаты международными картами, и не всегда это работает. Поэтому мы говорим, что визовый въезд в Эфиопию упрощен, визы получают граждане России по прилету. Никаких здесь сложностей не должно быть. Для того, чтобы лететь в Кению, в Танзанию, либо на Сейшелы, мы советуем выбирать короткие стыковки из Москвы. И если вы хотите посетить Эфиопию и выйти в город, то это можно сделать на обратном пути. В этом случае вам не нужны будут вакцинации от желтых лихорадок. То есть летите из Танзании в Москву, можете воспользоваться программой Stopover. Для этого виза не нужна, никаких нет вакцинаций, никаких нет требований. Поэтому на обратном пути из разных стран Африки вы можете выходить в город по программе Stopover. На экране салон бизнес-класса на борту Boeing 787 Dreamliner. Мы видим в компоновке всего 24 кресла, по два ряда у окна и по два ряда в центре. Кресла раскладываются в полноценную кровать. Пассажирам бизнес-класса предлагаются дорожные наборы по уходу за кожей и телом, косметические наборы, пледы, подушки, наушники. Прекрасное обслуживание на борту в бизнес-классе очень порадует ваших клиентов. Также система развлечений доступна на борту. Есть возможность подключиться к системе Wi-Fi. Стоимость подключения к Wi-Fi от 5 долларов. Это один час. Если вы хотите подключиться к Wi-Fi на протяжении всего перелета, стоимость составляет 25 долларов. Как мы видим с вами на экране, перегородок в бизнес-классе нет. То есть это простые, скромные, комфортные, но очень удобные кресла в бизнес-классе. Пассажиры, которые вылетают бизнес-классом на рейсах эфиопских авиалиний, они автоматически получают доступ во все бизнес-залы. То есть вы вылетаете из Домодедова, у вас доступ в бизнес-зал «Горизонт» Домодедова. По прилету в аэропорт Одесс-Абебе пассажир бизнес-класса получает доступ в бизнес-зал «Клауд-9-Лаунж». И также при вылете из Кении, из Танзании, из любых аэропортов всей маршрутной сети авиакомпании пассажиры бизнес-класса получают автоматический доступ во все бизнес-залы всех аэропортов. Онлайн-регистрация начинается у нас сейчас за 2 дня до вылета, за 48 часов до вылета. Мы изменили с недавнего времени время работы онлайн-регистрации. И, конечно, сам по себе Dreamliner очень комфортный во время длительного перелета. Во время взлета и во время посадки меньше шума в ушах, каждые 2 минуты идет подача свежего воздуха, специальное светодиодное освещение, снижение уровня шума, а также снижение давления внутри салона. Поэтому перелет на самолетах Boeing 787 Dreamliner очень комфортный. И кресла раскладываются в полноценную кровать длиной 200 сантиметров. Переходим к следующему слайду. Несколько слов про питание. На борту рейсов Ethiopian Airlines предлагаются блюда европейской кухни, эфиопской кухни. Можно заказать любое из видов спецпитания. Кошерное, халяльное, вегетарианское, диабетическое. То есть Special Meal, более 20 видов, доступен бесплатно пассажирам бизнес-класса, а также пассажирам экономического класса. И во время перелета 8-часового Москва-Адисабеба предлагается двухразовое горячее питание и в бизнес-классе, и в эконом-классе. Всегда есть на выбор блюда разных кухонь и широкий выбор напитков. Южно-африканские вина, алкогольные напитки. То есть все это включено в стоимость авиабилета. А также, конечно, мы видим с вами премиальную сервировку. Свежевыжатые соки, алкогольные напитки, премиальная сервировка и фруктовые сырные тарелки. То есть идет подача блюд, как в ресторане. Поэтому за этим очень авиакомпания строго следит. Переходим с вами к салону экономического класса. Хочу обратить ваше внимание на то, что всего у нас две компоновки – бизнес-класс и эконом-класс. Эконом-класс по маршруту Москва-Адисабеба. Всего у нас 245 кресел на борту. Мы видим с вами по три ряда у окна и по три ряда в центре. С момента бронирования авиакомпания дает возможность выбрать место в салоне. Если при покупке тура вы не смогли выбрать место в салоне, это можно сделать во время онлайн-регистрации. За 48 часов у нас открывается онлайн-регистрация, поэтому вы можете выбрать себе место в салоне, выбрать спецпитание. И также у нас в эконом-классе двухразовое питание предлагается на выбор несколько горячих блюд на ужин и завтрак. Если у нас с вами путешествуют семьи с младенцами, то авиакомпания представляет возможность забронировать люльку Baby Basinette. На одном рейсе можно бронировать до четырех детских люльек. Если летит у вас ребенок от 2 до 12 лет, то, конечно, есть специальные детские тарифы со скидкой 25% на детей. И детские наборы, рюкзачки, все это тоже включено. Также есть пледы, подушечки и посмотрите, как расположены кресла. То есть шаг кресла в эконом-классе 84 см, ширина 48 см. Увеличено расстояние между креслами, что комфортно во время длительного перелета. В эконом-классе также есть возможность подключиться к системе мультимедийной. Фильмов на русском языке сейчас, к сожалению, нет. Есть перевод, субтитры, поэтому мы предлагаем подключиться к системе Wi-Fi, если есть такая возможность, прямо на борту, чтобы оставаться на связи с родными и близкими. Ручная кладь. Авиакомпания предлагает стандартные 7 килограммов ручной клади в экономе. В бизнес-классе можно провозить 2 места ручной клади по 7 килограммов. В дополнение к 7 килограммам ручной клади, авиакомпания разрешает бесплатно провозить такие предметы, как покупки товаров duty-free, фотоаппаратуру, переноски для младенца, питание, ноутбуки и любую верхнюю одежду. Широкие отсеки для ручной клади. Мы с вами видим, что даже маленький чемодан помещается в ручной клади, поэтому есть ограничения до 7 килограммов. Переходим с вами к следующему слайду. Авиакомпания дает возможность провозить бесплатно 46 килограммов багажа. У нас действует PIS-концепт, то есть можно провозить 2 чемодана по 23 килограмма по любым направлениям. В любую точку Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. То есть по всем маршрутам в эконом-классе разрешается провозить 2 чемодана по 23 килограмма. В бизнес-классе можно провозить 2 чемодана по 32, либо 3 места по 23. То есть итого в бизнес-классе 70 килограммов практически, да, можно провозить бесплатно. В экономе 46 килограммов. Поэтому авиакомпания щедро дает, дарит такую возможность нашим клиентам. Если у вас есть карты, держатели программы лояльности, Шеба Майлз, то мы даем дополнительно еще плюс 10 килограммов багажа. Хочу также обратить ваше внимание на то, что другие африканские компании, если у вас будут маршруты с посещением сафари, у них есть ограничения по провозу багажа, так как у них рейсы выполняются небольшими самолетами. Поэтому это тоже нужно учитывать, если у вас будут маршруты внутри Танзании и внутри Кении, на других авиакомпаниях африканских. Афиакомпания предлагает удобные стыковки, удобные расписания в Южную Африку, Йоханнесбург и Кейптаун. Мы видим с вами, что общее время в полете 16 часов от Москвы до Южной Африки. Удобные стыковки, время транзита около 3 часов в Одессабебе и время прилета по местному времени в любую страну Африки, это вот в дневное время, в 13.00, в 14.00. Южная Африка пользуется очень большим спросом в последнее время, поэтому советуем вам планировать ваши поездки. Давайте посмотрим с вами, как мы летим в Кению. Мы летим в Кению в два аэропорта, это Нейроби и Мамбаса. Также 4 раза из Москвы, вылеты каждый вторник, четверг, пятницу и субботу. Перелет Одессабеба-Нейроби очень короткий, очень комфортный, он составляет 2 часа 10 минут. Поэтому мы летим из Москвы в Нейроби, общее время в полете 15 часов 40 минут. Что можно комбинировать при поездке в Кению? Вы можете комбинировать сафари с пляжным отдыхом, это Мамбаса. То есть в рамках одного авиабилета вы можете строить маршруты Москва-Нейроби, Мамбаса-Москва. С января этого года обновились визовые требования по прилету в Кению. То есть сейчас для того, чтобы отправиться в Кению, обязательно нужно иметь как взрослому, так и ребенку электронную форму разрешения на въезд в Кению. То есть эта форма называется ЕТА, Electronic Travel Authorization, то есть эта электронная форма разрешения на въезд должна быть как на ребенка, так и на взрослого. И без этой формы на регистрации в Домодедово пассажиров не пустят на борт, поэтому мы говорим о том, что виза в Кению не требуется, но обязательно заполнение этой формы ЕТА. И стоимость получения этого разрешения 30 долларов. Поэтому хочу также обратить ваше внимание, что у туроператора Annex Tour действуют специальные туроператорские тарифы в Кению. Поэтому вы можете смело бронировать и сафари, и пляжный отдых. В одной только Кении более 80 национальных парков. Многим уже известны такие национальные парки-заповедники, как парк Серенгети, Нгора-Нгора, парк Аруша, заповедник озера Маньяра. То есть огромное количество заповедников и парков. Поэтому мы вам рекомендуем всегда планировать и включать в программу именно посещение этих национальных парков сафари. Так как Кения уникальная, богатая страна. Следующий слайд у нас. Мы видим здесь с вами расписание наших рейсов из Москвы в Танзанию. Мы летим в три аэропорта. У туроператора «Анекс Тур» одно из самых лучших предложений по Танзании. Мы летим на Занзибар, в Килиманджаро и в Дар-Салам, в три аэропорта. В Танзании тоже огромное количество заповедников и национальных парков. Поэтому также можно комбинировать в рамках одного авиабилета несколько аэропортов. Прилетели из Килиманджаро, улетели из Занзибара. То есть вы комбинируете и сафари, и пляжный отдых. Какие правила въезда в Танзанию? Туристические визы можно получить по прилету. Стоимость визы в Танзанию 50 долларов. Либо можно оформить электронную визу онлайн в Танзанию. Поэтому здесь нет никаких требований ПЦР-тестов, ковид. То есть ничего этого не нужно. Никаких вакцинаций, никаких ПЦР-тестов. Танзания направление номер два после Южной Африки. У нас прекрасная новость. Авиакомпания в период высокого сезона с 15 июня по конец сентября увеличила количество рейсов из Адис-Абебы на Занзибар. Также поставили дополнительные рейсы из Адис-Абебы в Килиманджаро. То есть у нас сейчас три рейса выполняются ежедневных из Адис-Абебы в Танзанию. В два аэропорта – Занзибар и Килиманджаро. То есть мы вам предлагаем больший выбор стыковок. Есть места, есть удобное расписание. И от Адис-Абебы до Занзибара рейсы выполняются очень комфортными самолетами Airbus A350. Поэтому вы летите комфортно на А350 на Занзибар и прилетаете в 13.00 по местному времени в новый современный аэропорт. То есть сейчас очень комфортный аэропорт на Занзибаре. Какое еще направление пользуется у нас спросом? Это Руанда. Аэропорт Кегали. Также удобные стыковки и расписания. Хочу обратить ваше внимание на прекрасный, роскошный остров Мадагаскар. Мы, авиакомпания «Эфемская линия» летает в два аэропорта на острове Мадагаскар. Это аэропорт Антон-Нариву в самом центре острова и аэропорт Нусибе. Нусибе – это направление для тех, кто хочет насладиться пляжным отдыхом, увидеть китов, очень пользуется спросом направления Нусибе для дайверов. И здесь мы видим с вами дни вылетов из Москвы. В Антон-Нариву мы летим также четыре раза из Москвы. Вторник, четверг, пятница и суббота. В Нусибе у нас расписание немножко отличается, так как поток туда небольшой туристов. Но в целом это очень-очень классное направление, поэтому авиакомпания «Эфемская линия» на сегодняшний день – это единственная авиакомпания, которая летит на прекрасный остров Мадагаскар. С удобными стыковками, время транзита вы видите 2 часа, либо 4 часа. И также можно комбинировать в рамках ваших, то есть одним авиабилетом можно оформить маршрут с прилетом в Антон-Нариву и обратным вылетом из Нусибе в Москву. Также мы летаем в аэропорт Мапуту, это Мозамбик, тоже одно из интересных, уникальных пляжных направлений Африки. Можно комбинировать Южную Африку с Мозамбиком, все это также доступно. Авиакомпания также летает в столицу Намибии, Виндхук, 4 раза из Москвы на комфортных самолетах Boeing 787 Dreamliner. Прекрасная Намибия, уникальные ландшафты, заповедники, уникальный животный мир, океан встречается с пустыней, и все это в одной стране, в Намибии. Поэтому Африка готова подарить вам целый мир новых впечатлений, новых эмоций. Мы летим также в Бразилию, в аэропорт Сан-Пауло. Общее время в полете Москва-Бразилия 22 часа 50 минут. Время стыковки 3 часа 20 минут. Левиопские линии предлагают удобное расписание и вылеты в Аргентину. Здесь время в полете порядка 27 часов, так как рейс делает остановку в Сан-Пауло. И уже от Сан-Пауло продолжается тот же самый рейс в Аргентину, в аэропорт Буэнос-Айрес. Водопад Виктория Фоллс в Зимбабве – это целое чудо света. Настоящее чудо, уникальное водопад Виктория Фоллс в Зимбабве находится недалеко от Южной Африки. Поэтому многие комбинируют Южную Африку с Зимбабве, чтобы увидеть водопад Виктория Фоллс. Также мы летаем на прекрасный остров Каморские острова. Экзотическое направление пляжное. Каморские острова находятся между островом Мадагаскар и Сейшелами. Еще неизведанное направление для вас. Но от Москвы можно отправиться и на Каморские острова. Авиакомпания предлагает групповые тарифы. Вы можете обращаться в AnnexTour. Расписание на год вперед доступно для вас. Мы в основном представлены только в трех системах бронирования. Это Сейбр, Галилео и Амадеус. Давайте расскажу вам подробнее о программе Stopover. Программа Stopover действует по всем направлениям маршрутной сети Ethiopian Airlines. Единственное условие, важное, это время стыковки. То есть Stopover предлагается при стыковках от 8 часов до 24 часов. Что предлагает авиакомпания в рамках Stopover? Бесплатное проживание с выходом в город в Эфиопии. Двухразовое питание. Транзитная виза не нужна. И предоставляется трансфер. То есть по прилету в аэропорту вы подходите на стыковку Stopover Layover. Называется Stopover Layover. И вам полный пакет предоставляется автоматически. Важное условие, что виза не нужна, если стыковка до 24 часов. По каким тарифам действует программа Stopover? Многие спрашивают, задают вопросы. Программа Stopover действует по всем тарифам без ограничений. Эконом-класс, промо-тарифы. Может Stopover быть включен. Либо бизнес-класс. То есть ограничений нет. И не важно, это вынужденная стыковка, либо это добровольная стыковка длинная, которую ваш клиент выбирает сам. Поэтому важно посмотреть ваш авиабилет. Включена программа Stopover, либо нет. Это отображается в самом билете. Мы рекомендуем бронировать программу Stopover на обратном пути. При перелетах из Кении в Москву, из Танзании, из острова Мадагаскара, либо Сейшелл. Почему? Потому что в этом случае вам не нужно будет оформлять вакцинацию от желтой лихорадки. Поэтому на обратном пути из стран Африки прекрасно можно воспользоваться программой Stopover, выйти в город, посмотреть, взять какую-то экскурсию за дополнительную плату прямо на месте. Либо можно экскурсию оформить у нас в офисе авиакомпании. Но программа Stopover, она работает, так скажем, автоматически. Ваучер на отель по программе Stopover выдается в аэропорту вылета. То есть если вы летите из Москвы в Танзанию, и у вас включен пакет Stopover, ваш авиабилет, то ваучер на Stopover вы получаете в Домодедово, прямо на регистрации. Вам выдает посадочный на ваш рейс, и также выдается ваучер на отель по программе Stopover. Таким же образом, когда вы летите из Кении, и вы хотите воспользоваться программой Stopover, то в аэропорту Кении, в аэропорту Нейроби, либо в аэропорту Мамбасы вам выдает ваучер Stopover, чтобы вы могли воспользоваться этой услугой. Если клиент хочет остановиться по программе Stopover на 2 дня, либо 3 дня, то в этом случае нужно будет оформить визу туристическую в Эфиопию стоимость 82 доллара. Какие направления пользуются спросом по Stopover? Такие направления, как Бангкок, Джакарта, Сингапур, Куалумпур. Так как у нас в страны Юго-Восточной Азии расписание только с учетом длинных стыковок. То есть авиакомпания Юго-Восточную Азию не может предложить короткие стыковки, поэтому у нас больше всего пользуются именно направления Юго-Восточной Азии по Stopover. Но если клиент хочет лететь в Африку и воспользоваться Stopover, то никаких проблем нет, у нас все теперь включено, поэтому ограничений нет. Главное, чтобы стыковка была не больше 24 часов. Переходим к аэропорту в Эфиопии, более International Airport. Аэропорт. Просторный, светлый, современный, комфортный аэропорт. Я покажу вам видео в конце презентации, видео этого аэропорта. Открытие этого нового терминала было в 2019 году. И так как аэропорт в Адис-Абебе на сегодняшний день является огромным хабом, это такой транспортный узел, который отправляет пассажиров с разных континентов до 300, и даже более 300 международных рейсов, выполняется ежедневно из аэропорта в Адис-Абебе. Есть зона кафе, есть бизнес-залы на территории аэропорта. Пассажиры бизнес-класса попадают в бизнес-зал Cloud9 Lounge автоматически. То есть, если пассажир эконом-класса хочет воспользоваться бизнес-залом, то мы рекомендуем оплачивать стоимость бизнес-зала на месте прямо в аэропорту, потому что не всегда бывают места свободные. Всего на территории аэропорта 4 бизнес-зала. Шведский стол, горячие закуски, напитки, то есть блюда эфиопской, европейской кухни. Есть даже массажные комнаты, спа, душ. Все это можно комфортно лететь с пересадкой в аэропорту Адис-Абебе и продолжить ваш полет свежими и отдохнувшими. Есть бизнес-зал в разных стилях, в современном стиле. Называется Cloud9 Lounge. Деткам также комфортно лететь в бизнес-классе. И можно поспать, можно передохнуть. Есть комната матери и ребенка. То есть все стандартно, все очень достойно. Несколько слов про отель. Собственный отель 5 звезд, Скалайт Хотел. Есть отель, который находится на территории аэропорта, в транзитной зоне. Также есть отель, Скалайт Хотел в городе. Поэтому по программе Стоповер пассажиры бизнес-класса размещаются в 5-звездочном отеле Скалайт Хотел. Очень классный, современный отель. Сейчас номерной фонд 1400 номеров. Средняя стоимость билета в номере сингл 470 долларов на человека. Ресторан есть в отеле Скалайт Хотел. И несколько слайдов о том, что можно увидеть во время программы Стоповер в Эфиопии. Национальные музеи, парки, такие как Юнити парк, Энтото парк, посещение ресторанов. Можно также зайти в ювелирные магазины, приобрести уникальные драгоценные камни, опалы. И, конечно, сама Эфиопия, она очень-очень интересная и привлекательная. Так, что еще хотела? Стоимость экскурсий на человека примерно от 150 долларов по программе Стоповер. Поэтому вы можете обращаться к туроператору за экскурсиями, либо в авиакомпанию напрямую. Мы вам поможем оформить услугу Стоповер. Хотела также обратить ваше внимание, что авиакомпания предоставляет возможность оформить любые дополнительные услуги. Провоз животных на борту. Есть такая услуга. То есть до 8 килограммов разрешена перевозка животного, кошек, либо собак. Важный момент, что авиакомпания с недавнего времени не принимает к перевозке кошек и собак бархицефальных пород. То есть это очень важное условие, поэтому планируйте ваши поездки с питомцами. Можно оформить провоз спортивного оборудования, оружия, любых доп. услуг. Если нужно оформить доп. багаж, можно оплатить. 275 долларов стоит третье место багажа в эконом-классе без каких-либо проблем. Также можно оформить перевозку оружия для тех, кто летит на сафари. Авиакомпания предлагает все виды доп. услуг, включая несопровождаемые дети. Есть такая у нас услуга. Я хотела бы включить сейчас видео аэропорта в Эфиопии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мы советуем лететь! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!